ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просто... Я хотел Тиня, так сказать, прочитать вот так вот красиво. Смотри, вот в переводе Заболоцкого. Тот, кто силую своею основал чертог вселенной, Ради нас украсил землю красотой несравненной, Животворное дыхание даровал он твари бренной, Отражён в земных владыках лик его благословенный. Да, Анатолий, я всё поняла, отличный стих. Я не похвалы хотел, а диктант хотел ей сделать. А, ну она же грузинка. Всё, ребят, 200 баксов мы заработали. Ты сейчас, мне кажется, международный скандал и конфликт спровоцировал. Дезавуируй срочно свое заявление. Я вынужден дезавуировать свое заявление. Давайте, у меня есть тема. Только-только, значит, мир стал забывать русскую мафию, ну, понятие, русская мафия, там, вот после 90-х, вот этот вот разгул, как, значит, интернет-пространство оккупировала русская кибер-мафия. Тебе должно быть интересно. Какое пространство? Интернет-пространство. А, русская кибер-мафия. А, русская кибер-мафия. Потому что 36% кибер-преступлений, совершённых в прошлом году, как раз приходится на вот русский сегмент этих вот самых кибер-преступников. Это интересно. Не, не 36%, не 36% на преступлений, а всего кибер-мафия украла за прошлый год. 36% оборота, хорошо. Да, 12 миллиардов долларов. Из них 4 пришлось на наших, представляешь? 36% оборота этой чудовищной, настоящей, полноценной индустрии приходится на русских кибер-преступников. Так вы в курсе были, я встаю, пытаюсь красиво. Я пытаюсь облечь в русский, или чего? Просто 36% звучит не солидно, а 4 миллиарда долларов? Нет, как-то, подожди, все знают, что кибер-преступленность там понадобится. Если там общий, если общий там бюджет, извините, 100 триллионов, 4 миллиарда, тьфу, иди давай, машины мои лучше, дятел. Люди работают в Америке, в Англии, в других высокотехнологичных странах. А нет, 36% наши, они вот до сих пор про нас думают, что у нас медведи с балалайками и водки по улице. Утины в блоге, опять же, утины-канделаки в блоге. А мне сегодня пришлось там посидеть, чтобы подготовиться. В программе «Посидел Илья». Успел, да. Да, простите, а мы одни в блоге. Последний, значит, пост у нее. Загадочная русская душа. Тина опросила иностранцев, что они думают про Россию. Итак, просто вот слова. Я не перечисляю сейчас людей, которые это говорили. Холод, милитаризм, угнетенность, Сибирь, Путин, энергоресурсы, снег, меховые шапки, водка, толстой. Правда, красивые девушки. Вот это представление иностранцев о России. А нет, пока они так про нас думают, мы 4 миллиарда в них. Мы 4 миллиарда в них. Нет, это понятно. И в этом смысле... Надо путь иностранцев. И в этом смысле, конечно, этот образ, да, он очень на руку. Потому что, смотрите, вот. Пока, значит, мы начинаем, мы причитаем. И, кстати сказать, теперь-то я понимаю, что, наверное, мы причитаем. Не просто так. Поэтому мы вынуждены закрыть. Сейчас эту тему давайте шапку. Шучу, не надо. Ну вот, пока мы изображаем мы себя. А не резкий, да, но я успел. Сирых и убогих. Вот, нефтяная игла, мы ничего не можем. Посмотрите, какая у нас здесь цветет, значит, индустрия. Она реальная индустрия. Реальная. С оборотами, измеряемыми десятками уже. Миллиардов долларов. То есть это, да? Смотрите. Пока у всех ощущение, что у нас тут шапки, медведи, красивые девушки, Путин, водка. Энерго-ресурсы. Да, энерго-ресурсы и нефтяная игла. На самом-то деле мы вполне себе процветаем, как кибердержава. Да. Процветаем. Наши медведи знают, что такое Си Плюс Плюс. Додрессировали медведи. Нет, слушайте, это правда очень-очень круто. Просто нам предстоит сделать всего лишь полшага. Вот мы пока строим Сколково, долго строим, мучительно, несчастное Сколково, возводим белое здание наших свершений, а белое здание наших свершений, оно уже построено, просто оно и вниз идет. Потому что надо Сколково строить не как инновационный центр, а как парник для огурцов. Пусть они думают, что мы здесь вообще полные идиоты. Смотри, так вот, я тебе говорю, если, так сказать, демаргинализовать эту область, киберпреступность, вы вспомните, как там какой-нибудь Дрейк, да, Франсис, кто служил у Ее Величества в Британских Коронах? Он же был на службе Ее Величества. То есть он был пиратом. До вчерашнего дня потом приходит, он говорит, старик, развелось тут голландцев и всякого прочего сброда. И вот с этой минуты он вроде как вчерашний пират. Да, он стал, так сказать, служащим, или как там называется, подданным Ее Величества при исполнении, при исполнении. Чиновник-головорез. Одним рощерком пира, если изменить эту ситуацию, если, так сказать, назначить эту маргинальную до того область киберпреступности и воровства денег какой-нибудь немаргинальностью, назвать ее, а там высокоинтеллектуальная... Ты вот та практика, ты сейчас говоришь, которую перенимают все крутые разработчики, ну вот, и всяческие... Да, абсолютно, она уже есть. Они находят человека, который взломал их систему, перенимают его на работу, потому что выгоднее ему платить хорошую зарплату, чем, значит, страдать от каких-то его... Единственных, иногда... ...иннанесенных убытков. В кибертерминах тогда Россия перестанет называться Россией. Это будет уже какой-то Пакистан или Афганистан. Почему? Ну, потому что мы будем... У нас будет тренировочный лагерь для кибертеррористов, получается так. Нет, ребят, на самом деле, я вам скажу, это сейчас уже, так сказать, не некий разгон такой вот, с одной стороны, юмористический, с другой стороны, частично изящно-конспирологический. Это абсолютная, полноценная правда. Это справедливо. Потому что есть еще одна крохотная деталь. Ведь эти наши кибер-так называемые преступники... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова